Продолжение следует... 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 Потому что... Продолжение следует... 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 А что, вы не поняли? Он показал камеру Москву-24 И он, как только они ему привезли Он дал домашнюю заготовку, что жители виноваты Жители будут против Все, как только он сказал, союзники сразу пропали Целый экспинот И он сразу ушел Задача была дождаться вот там, к ушам Камеру Москву-24 И все Они вырежут все равно Все, задача-то вот, обвинить жителей Обвинить жителей Жители, да, обвинить в чем-то Хотя, вот, снимите, разверните камеру Три года покрасить не могут Вон там все ржаво У нее предписание УАТИ есть Обратите внимание, вот там забор специально на служителям сделан С одной стороны покрашут для них красный цвет А с другой стороны нет А это был кто, получается? Это глава управы района Измайлова Микаэл Владимирович Против него, кстати, идет сбор подписей сейчас Чтобы его удалили в отставку Потому что такой уровень управления, которое он показывает И отношения к людям Это полное безобразие У нас подписываются акты без жителей Приемки, капремонты Сдача площадок Вот здесь, например, вы видите Малоархитектурные формы, которые были поставлены в 2000... В 2000 каком году? В 2019 году Они, на самом деле, стоят примерно в два раза меньше, чем те, которые у нас на тендере То есть это должна быть двухэтажная малоархитектурная форма А закуплена у нас совсем другая Ну, то есть куда идет бюджет, мы совершенно не понимаем А состояние района вы можете судить Вот жители, например, в Луачу с августа месяца добиваются, чтобы хотя бы забор был покрашен Ну, вот посмотрите, в каком он состоянии этот запрос Ну, о чем мы говорим? О каком управлении? И когда глава управа приходит и начинает свои первые фразы с франья О том, что земля города не может быть продана и отдана третьим лицам Он уже начинает врать Ну, если человек приходит с таким посылом и начинает с франья Ну, о чем мы тогда вообще дальше разговариваем? А вы депутат, да? Да, я муниципальный депутат из Малого за Гордан Надежды Да, у нас здесь были еще депутаты Татьяна Царенко, тоже местный депутат Тоже местные депутаты Мы пытаемся с жителями отстаивать интересы жителей Ну, коротко скажите, вот какой шанс, что вы все-таки отстоите эту площадку? Ну, я думаю, что после тех заявлений, которые сейчас публично дали нам на камеру О том, что мнение жителей уйдут, учтут Будет достаточно большими репутационными потерями сделана площадка, если ее все-таки сделают Вот, мы же с своей стороны приложим все усилия к тому, чтобы за бюджетные средства, как положено, была отремонтирована площадка Комплексный ремонт Вот здесь, так сказать, был в 2009 году Почему вот эта площадка не сделана и в таком состоянии, нам совершенно непонятно Мы, конечно, понимаем, что теперь нам назло не будут делать площадки и сокращать наши бюджеты Но я могу сказать так, что на самом деле у префектуры всегда есть целевые средства Целевые средства, вот мы видим, что меняют бордюр, пять раз в год меняют асфальт на одном и том же месте На это средства есть, а на площадку сделать мы привлекаем фонд и передаем строение ему на баланс Ну, ситуация, согласитесь, странная Москва с бюджетом, который вообще, ну, сколько у нас, триста, три миллиарда, по-моему, да? Дальше бюджет Да, три миллиона Триллиона Триллиона Мы даже приставить эти цифры нам тяжело в уме И мы не можем сделать площадку, на которую могут приходить жители за то, чтобы приходили дети с любыми ограничениями, не ограничениями Но мы не закрываем площадку, мы не делаем стадион во дворе, мы не передаем третьим лицам имущество, которое должно находиться в Москве Это основное А когда появился вообще проект этого стадиона? Проекта нет, есть только картинки, больше ничего Ну, вообще, вот задумка построить стадион, когда вы узнали об этом? Мы узнали совершенно случайно Да, вот буквально две недели назад мы, как депутаты, узнали о том, что что-то планируется вместе с жителями Хотя прежде всего Понятно только одно, но хорошая вещь, построить и улучшить площадку Почему четвертый раз, вы сейчас сами видели, советников главы управы, которые готовы любого растерзать, пригнали Москву-24 Кого только не пригнали, чтобы протолкнуть данный проект Может быть, действительно, этот проект надо реализовать в другом месте Четыре простых вопроса, на которые шестой раз не может глава управы ответить Пепсика делает, передает фонду То есть это земля города, а площадка, а строение получается фонда Сегодня я разрешу вам кататься на этой горке, а завтра не разрешу Это как примерно, когда я арендую квартиру, я туда всех пускать не буду Завтра до свидания и все Да, да, только хозяев Третий вопрос Будет здесь организована секция, которая ГБУшки Хорошо, это еще, как минимум, 4 часа в день Замечательно, наши же дети будут заниматься Получается, жители отодвигают И каждую субботу-воскресенье, раз она единственная в восточном округе хорошая площадка По нормам ФИФА Будут здесь футбольные матчи, хоккейные, массовые старты, все Колонки и все остальное Жители, смотрите, как дома плотно стоят То есть жители просто хотят сойти с ума И самый главный вопрос, нет проектов Но говорят, что даже вот эту площадку на 2 метра сдвинут И плють поставят трибуны Что вот с этим деревом будет? Смотрите, а санитарные нормы соблюдаются? Да, снесут Поэтому нужен проект, чтобы понять А архитектурные соблюдаются? Нет, и они не могут ни на один вопрос ответить Хорошо, площадка одна из самых загруженных в Измайла Здесь всегда дети Утром, днем, вечером всегда есть дети А еще приезжал Кривей А вот на этой картинке, которую нам показали Очень, нет, здесь очень хорошо видно, что у нас спортивное поле стало больше, чем сама площадка Посмотрите на площадку сейчас То есть это расширит еще Вот это останется погулять на лавочках, посидеть нашим детям Нет, в туалет Нет, смотрите по поводу соревнований На странице в префектуре официально написано Зато есть трибуна для зрителей Значит, предполагаются массовые соревнования Конечно А не только тренировки, как говорила директор Афганда Они-то сначала говорили, что будут туалеты Потом сразу, как сказали, что кто их обслуживает, сказали, туалетов не будет Тогда будут гадить вон там Нет, они сейчас скажут, что не будет соревнований Префект, когда приезжал, по итогу на границе в префектуре написано Из девяти городов России приезжало 12 команд и состоялось первое соревнование И нам нужно расширяться, поэтому нам нужна новая площадка, более большая И получается, что это больше двухсот человек, пока не будут других городов со всей России туда приезжать Конечно, это же ума Тут еще есть такая история К нам приходят эти фонды Говорят, что в городе нет мест для того, чтобы сделать для детей с особенностями площадку Но дело в том, что стадионы, которые были Вот у нас, например, есть стадион «Спартак» был И его разрушили, и что построили? Жилой комплекс с пиком построил частная собственность То есть все стадионы, которые были в городе, город сдал И теперь он пытается найти новые места и находится за счет наших жителей Есть площадка, значит, сейчас мы ее возьмем, потом мы ее также передадим И вот все так идет и идет Потом они приходят в особо охраняемую природную территорию Застраивают леса, лосиный остров, измайловский лес И все вот это вот такое ползучее, ползучее город отдает за деньги нашу территорию Мы ничего не получаем, и он дальше начинает экспансировать Вот и результат Конечно, жители не могут верить и не должны верить Просто любая дополнительная функция, присваиваемая нашему двору, она будет избыточной Здесь можно приезжать в любом институте, но в частном порядке И видя массу таких мероприятий, я уже не знаю Ну вот эти дворы, дома плотно стоят как бы, да Здесь вот детский сад оставили Здесь же был раньше детский сад, когда после войны Я помню даже Его убрали, сделали нам площадку, тот детский сад оставили И еще у нас вот этот, который, ну у нас электрический, да, плитый Все цепы рядом стоят большой И как они хотят сделать? Мы и так все уже в таком состоянии, я говорю, еще с этой пандемией У всех уже нервы никуда, и у молодежи, и все И еще они нам решили тут устроить это Проливали, как говоришь, непонятно Для себя, чтобы только им было хорошо и поставить калочку А она отменила, что мы вообще никто и звать нас Свидели этого города То есть этого города Да Но они вот эту площадку, конечно, которая должна быть по проекту, они ее практически не сделали И создается такое впечатление, что сейчас, желая прикрыть свое бездействие в последние много лет по модернизации этой площадки Они привлекают инвесторов, именно для того, чтобы свое бездействие прикрыть Нет, что интересно А потом отчитаются, мы сделали Если они сделали площадку, а почему их здесь-то они не бездействовали? Вот непонятно это Она же была так стояла, много лет Они ничего не стали это делать Мы ничего не понимаем Ну это понятно, они свое, свой интерес Ну конечно же А интереса людей, которые живут здесь, у них нет интереса Вот это все, я так считаю Ну конечно, да, усматриваются коррупционные составляющие Конечно, это уже все, я говорю, никак не найдется и никак не успокоятся Уже пора успокоиться И так, я говорю, весь мир сейчас болеет Непонятно, что творится в жизни, что будет дальше Они еще нас добивают этими непорядками в войне А то он покричал тут, испугался и ушел Потому что он на самом деле ничего не исполнил Ну конечно же Не исполняется сих пор Ну вот такое мнение наше Мы против, конечно Нет, пусть сделают как положено Ну, я вот смысл здесь вот Ну не стадион, да Просто отремонтировать площадку сюда А здесь какой стадион? Ну конечно Рядом дома, вот вы видите Значит будет крик, гамп, все это здесь Ну это ужас, да-да-да Не знаю, они если захотят Может мы будем бессильны, они все равно могут это сделать Посмотрим, спасибо Итак, редакция Если вы сейчас смотрите, напишите заголовок Что жители против строительства стадиона во дворе Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! А что там, зариснулся? А это кто? Это представитель фонда Downside Up. Дезинформируют. Мы хотели замечать. Вы знаете, что в интернете есть определенный негатив. Но я не могу сказать, что люди часто говорили, что мы не против ваших ребятам ходить играть. Это отлично и здорово. Но, видимо, вот такое строительство. Ваши дети приедут сюда играть. А вот это вот название по инфлюзирует. Принут играть? Скажите, а близость до мост вас не скучает? Вот так Москва 24 однобоко ситуацию всегда освещает. Вот они, жители, вопросы не принимают, а только готовы интервью снимают. Да. Смотрите, сколько жителей, которые задают вопросы. Их мужчина была. Глава отдельно снимается. Москва 24. Пустят в эфир, что жители негодяи, а вот хорошие. Смотрите, какие непоколебимые лица. Снимают, не смотря на что. А вот весь, пожалуйста, один вопрос. А что сейчас мешает заниматься? Почему сейчас дети не приходят заниматься? Говорите, как это просто монстопит. Не обращаю ничего. У нас двор открытый, мы все приветствуем. Управа ремонта. Конечно. Фантастик. Вот она, власть во всем его внимании. С одной стороны говорится, что у права нет денег на ремонт. А с другой стороны говорят, что ремонта практически не будет. А вы у жителей интервью не хотите взять? Не хотят. А вообще пули непробиваемые. Это понятно. Это было открытое. И вы помните, что нужно будет заниматься? Это было праздниче 20 годы. Как вы делаете на программу? Как вы делаете на программу? У них это уже предварительно. А ты, пожалуйста, сейчас что мешает? Нет, эти вопросы игнорируются. Как будет опордано содержание опорда на площадке? В Москве 24 есть задача. Вы сейчас снимаете, да? Мы можем фотографии показать. Центр. Потому что там куча мест такого центра у вас есть. Скажите, вы не отметили, скажите, юридически. Что-то далеко уезжает. А можно ли мне, пожалуйста? Кто троится сейчас? Короче. А ты взял заплату? Если бы здесь занимались поездки с ограниченными возможностями и дополнительно, шумбы здесь бы не лечится. Ну, стадион здесь не планируется. Я еще повторюсь, детская спортивная площадка. Если будут приходиться другие жители, да, то я уже говорил, что сейчас планируется данная территория гордиться с флагбаумами. Сейчас прорабатываю вопрос, то есть, в Москве, о заграждении гордых территорий, которые имеют общую площадь. Как будет нормативные права? Те площадки, которые есть другие в районе, они, к сожалению, не отличаются размерам 20 на 40, которые нужны. Умельшать существующих спортивных территорий или планировать. Эта площадка оказалась так, что как раз те размеры, которые есть, не нужно ни уменьшать, ни увеличить. Поэтому было выбрано именно эта спортивная площадка. А выбрете? Ее на два метра надо увеличить. А, смотрите, если я поправил, и поправил, значит, потому что есть какие-то пространства. Пространство, которое надо освоить, и там конь не валялся. Между третьей и пятой парковой, между Сиреневым и Верхней Пирамайской. Несколько? Огромное пространство, оно в худшем состоянии, чем здесь. Между третьей и пятой парковой, между Верхней Пирамайской и Сиреневой. Огромное пространство. Там не огромное. Там сейчас в настоящее время находятся теннисные корты. Нет, там теннисные корты. Там парковка и маленькая площадка. Нет, 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 нет. А пространство там три гектара. Свободно. Нет, там во двору территория границ. Между третьей и пятой. Между Сиреневым и Верхней Пирамайской. Там находятся теннисные корты. Два стульки. Обратите внимание. Я знаю, что это очень хорошо. А вот вы с Дрей пережить не так. Какого концепта вы видите с камерами? Я так поняла, что вы его не ждете? Да, я считаю, что здесь жители не хотят делать новую, современную площадку под княто НРТФа за счет фонда. Как тьется, она здесь не будет. Она остается в коробке. Сейчас есть и жители устраивают. Если жители устраивают, мы против жителей не пойдем. Это мой ремонт. Задайте вопрос, кто в пропел? Ремонт предполагается. Задайте вопрос. Так, ну вот видите, все жители района против строительства здесь стадиона. Тут действительно очень плотно стоят дома. Какой здесь стадион, это какой-то ужас. Музыка Оскольких? Реверс А у них как-то десять. Портал активации всегда в гуще событий. Расшаривайте трансляцию. Глава управы обещает, что стадиона здесь не будет. Глава управы убегает от жителей. Глава управы убегает. 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 Открылись оркестром ее. И не в первый раз. Самое главное, что я говорю, что вот там площадку за подстанцию. Девочка, наверное, 11-12, на ней, так как там вообще никто не ходит близко, построили нельзя ничего. Сломала себе подгонуться. Вот проходила в этом. Ужас. Ну да. А еще в такую площадку посмотреть, это убиться можно. Зачем она нужна? Посмотрите, сколько детей здесь и сколько там. Вы за 7 месяцев, сколько детей и сколько на той площади? Ну да, да, конечно, я все покажу. Да, друзья, здесь действительно живой двор. Или солнце? А не, я один. Да, да, да. Портал Активатика, прямой эфир. Да, нет. Портал Активатика. У тебя опубликовано. А это вот сейчас прямой эфир идет. Прямой эфир? Прямой эфир. Ага. Портал Активатика, прямой эфир на увиде, друзья, что все жители против встретиться стадиона во дворе. Глава управы убежал. Депутаты, независимые здесь с людьми, на стороне людей. Вот такая вот ситуация. Расшаривайте трансляцию, будет много всего интересного. Трансляцию заключаю, но остаюсь...